какая сегодня хорошая погода небо чистое голубое и просто погода для пляжа вот палатка на двоих человек спальный мешок пончина всякий случай если пойдет дождь полотенца туалетной бумаги ну сейчас времена такие сами понимаете туалетная всегда всем нужно long слив термо и колготы тоже тема но и на всякий случай ракетку взять может поиграть там потом power bank на кажется 9000 ампер ну вот можно раз 18 телефон свой зарядить вот такая вот пластиковая тарелка чтобы из нее кушать стаканчик пластиковый для зубов чистка зарядное устройство я все упаковал в свой бэкпэк ну все я готов я погнал наконец-то выберусь куда-нибудь потому что из-за этой короны никуда не поедешь нигде не отдохнешь сейчас поеду на пляжик отдохну там не первый солнечная энергия у меня где-то здесь велосипед должен быть слушайте ребят мой велик здесь стоял теперь его нет может кто-то его куда-то переставил что делать теперь что такое блин неужели украли мой велика короче ребята решил решить вопросу следующим путем я думаю за 34 евро я могу доехать до того места которое мне надо там где сдают велики я только что посмотрел в интернете у их очень выгодные условия там кажется плотишь 20 евро в месяц и ты получаешь очень хороший велосипед в прокат даже если он сломается они его чинят они даже приедут тебе домой его починить если ты не сможешь его отвезти туда вот если даже его украдут у тебя останутся ключи они тебе дадут просто новый велик что действительно очень удобно потому что блин ну я купил две недели назад новый mountain bike я поездил на нем сегодня проснулся я уже нет очень-очень обидно потому что все-таки инвестиция до пол штуки не валяется на полу так вот я пришел это место которое сдает велосипеды на прокат и я сейчас возьму велик потому что мы украли и сейчас у меня будет велосипед я думаю раз два три тара вот на велосипед мы сейчас его оседлаем проверим что к чему должен сказать что велик и даже очень удобно ездит вот здесь его есть 7 скоростей вот но на самом деле только последние три для меня значимо я не знаю против какого ветра или в какую гору надо ехать чтобы ехать на четвертый там или на третьей скорости 8 и 9 и 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 а И? И? Короче, ребят, тема такая, велик я взял. И если вы тоже хотите взять себе велосипед, потому что ваш велосипед, возможно, украли, или потому что вы приехали в Голландию, и вы ищете транспортное средство, то вы можете зайти на сайт swapfits.nl и зарегистрироваться там, и уже через полчаса вы сможете забрать свой собственный велосипед. И еще, если вы запомните мой персональный код, который сейчас показывается в экране или снизу в ссылке в и тогда вы можете получить еще скидку на первый месяц аренды. Ну а также свое время, если вы будете своим друзьям рекомендовать данную фирму swapfits, и они будут использовать ваш персональный код, то они также будут получать скидку на аренду велосипеда. Ну и это очень круто, так что идите на сайт, регистрируйтесь и заполняйте вот этот вот код. Сейчас я заехал в центр города, ну это прям в Гаге, это самое, наверное, такое людное место, которое можно найти. Здесь можно вот цыпочек посмотреть или парней, не важно, кто вам интересен. И сейчас мы вот здесь поставим велосипед сейчас в китайском квартале и пойдем делать свои дела решать. Парковка для велосипедов довольно-таки занятая, надо найти свободное место. Короче, такое место очень сложно найти здесь, но я, наверное, вот там поставлю на краешке полосы, я думаю, там никто не будет против. Вот если вот поставлю вот прям здесь вот, за полоской, потому я думаю, что здесь вот такие вот тоже так стоят. Хай! Хай! Все хорошо? Да, да. А что ты делаешь? Я покупаю шапицы. А это вкусно? Очень вкусно. Окей, а что ты делаешь? У меня много вкусов. Сегодня я купила шапуцу. Д Такой вот лед с разными вкусами они дают, и это очень вкусно. Нормально, да? Кан. Кан. Спасибо большое, Кан. Я очень люблю это. Удачи! Я сейчас еду в магазин, который специализирован на Бутане, на газе, и я вот знаю, что в этом месте есть большие баллоны газа, и я думаю, здесь предлагают по выгодной цене, поэтому я сюда приехал и хочу купить немножко газа. Вот здесь целый склад. Если вам надо как бы газ в больших количествах, то есть в больших контейнерах, то надо приезжать именно сюда. А если вам надо маленькие, то лучше идти в центр, там в центре продаются разные маленькие баллончики с газом. У меня была как-то машина, автомобиль, моя первая машина была Volkswagen Polo. Ну, как только я получил права, я сразу купил себе автомобиль, и я был очень рад. Но потом я решил все-таки продать, потому что я посчитал, и где-то в среднем мне авто в Нидерландах выходилось в 300 евро в месяц. Потому что это бензин, налог, страховка, что там еще было, ремонты. И я понял, что так как я не езжу работать в другой город, то мне, в принципе, автомобиль не нужен. Я, в принципе, могу добраться в любое место на велосипеде. Мне вот сюда надо вот этот магаз. Здесь продают все принадлежности для хайкинга, для кемпинга. И я хочу кое-какие вещи здесь присмотреть и узнать, что они стоят. Итак, я зашел в Beaver или Beifer по-голландски. Здесь вот... И в прошлый раз, когда я здесь был, я здесь уже купил палатку и другие принадлежности, которые я вам сегодня показывал у себя дома. Вот. Здесь вот такой прикольный дизайн. Вот. Прикольные березки. То есть это реально специализированный магазин для людей, которые любят попутешествовать. Не просто валяться на пляже, а, может быть, куда-то пойти высоко в горы, в тропические условия или, наоборот, северные холодные условия. Здесь вы найдете всю одежду, которая вам нужна, которая сохранит вас от погодных экстремальных условий. Вот. Здесь все это можно приобрести. Здесь еще бэкпэки есть. Если вы любите смотреть птичек, то можно взять и бинокль. Значит так, я ищу флягу газа. Вот здесь есть газ. Бутан. Вот. И интересно, насколько его хватит. Короче, я спросил, как здесь они высчитывают газ. Вот здесь вот маленькая бутылочка газа. Здесь 190 грамм, а здесь вот 470 грамм. И они говорят, что, чтобы один раз приготовить еду, надо примерно 40 грамм газа, ну, чтобы один раз кипятить воду. Вот. То есть там, где 400 грамм, там можно примерно 10 раз кипятить воду. А вот с этого, ну, чуть меньше, наверное, раза 3-4. Вот. Наверное, вот этот большой надо брать. Нужен вот такой вот набалдыжник. Вот. Он вот так вот вставляется. И потом на него можно ставить любую кастрюльку и разогревать воду. Вот. И вот такая вот штучка. Она стоит 37 евро. Я пошел в специализированный магазин, там где всю технику покупаю. И я думаю, купить вот этот вот Gorilla Pod, потому что он очень удобен. Не надо таскать с собой огромный трипод. Можно крепить на любые ветки и перила и снимать классные видосы. На такую камеру можешь нормально. Думаешь? Ну да, немножко большая у тебя. Тебя снимать можно, не? Снимаем, здорово. Я пришел новый Sony объектив посмотреть. Да? Он здесь нашел. Ты фотограф? Фотограф. Хорошо. Миша, как зовут? Подожди, у меня же такая же Сонька. Что, слеза? Альфа 6300, у меня 600. Окей. Я Миша, привет. Тебе тоже 4К? Ну, если видео снимать можно. Ага, ага. Есть ли смысл, я не знаю. А как тебя зовут? Миша. Здесь живешь в Голландии? Ну, временно, да, больше. А, окей, круто. Секундочку. Миша, если хочешь, можешь передать людям привет. Всем привет. Ребят, ребята, Голландия. Самое крутое, странное наследие. Очень красивое. Приезжайте сюда, смотрите на художников. Хорошо. Входите в музей. Спасибо, Михаил. Я что-то проголодался от всех этих вот покупок. Я, наверное, пойду где-нибудь перекушу. Здесь есть Макдональдс поблизости. Пожалуй, зайду, там что-нибудь возьму. Здесь у нас. Там очередь. Короче, в Макдональдсе очередь. Да, я, в принципе, знаю места получше, там, где можно покушать. И, если честно, вкуснее и дешевле. Каждый раз, когда я хочу кушать, я прихожу вот в это вот шикарное место. Это прям самое лучшее место. Здесь можно покушать очень вкусно, плотно, полезно и очень-очень качественно. А вот, видите, Арнольд Шварценеггер подтвердил. Мы сейчас зайдем внутрь и посмотрим, что есть. Потому что я хочу тоже пару вещичек еще взять с собой на пляж. Так вот называется магаз, кафе. Это место, магазин и кафе одновременно. Вот. Так, звук у нас есть. Все, поехали. Возьмем корзинку. Немножко маленький обзор. Как внутри выглядит. Так. Вот. Давайте посмотрим, что можно взять с собой на пляж. Так. У нас здесь есть пиво. Естественно. Ну, пиво мы брать не будем. Я вот, скорее всего, возьму квас. О, лидский квас. Я всем советую. Очень классная вещь. Вот. Можно закопать его в песке, чтобы он охладился в Северном море, а потом его выпить. Будет вообще шикардос. Водички, естественно, чтобы сварить чаю, когда стемнеет. Так, 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 здесь у нас мороженое есть. Ну, мороженое мы не сможем взять на море, оно растает. Возьму хлеба. Вот бородинский хлеб. На него можно что-нибудь намазать, когда я завтра утром проснусь и захочу позавтракать. Икра кабачковая. Так, тоже пойдет в мой пляжный пакет. Я, наверное, возьму тушенку и сварю ее вместе с гречкой. Здесь есть разные гречки. Есть из Молдавии, из Украины, из Литвы. Выбирайте любую. Вот я предпочитаю взять вот эту вот из Украины, которая хорошая. Вот. Так. О, корейская морковка. То, что надо. Ну, все. Я думаю, все необходимое я взял, чтобы пережить одну ночь на пляже. Вот. И, пожалуй, я закажу что-нибудь себе покушать. Всем привет. Мы в магазине Смак. И будем пить самый вкусный квас. Хлебный. Ага. Он имеет живительную силу. И когда ты его выпиваешь, ты сразу ощущаешь русское поле. Пшеницу. И запах этого поля. И раздолье. Ничего, прям. Я уже прям сейчас хочу его попробовать. Вот я сейчас тебе налью его. Да. Спасибо, Ром, что мне угощаешь. И ты сразу же это ощутишь. Сделай так, чтобы с пенкой было прям. Вот с пенкой, пожалуйста. Смотри. Ничего себе. Давай. Приятного тебе. Так, сейчас отведаем. Класса всего. Это мне напоминает 1992 год. Город Запорожье. Вот ту вот бочку кваса, которая стояла возле Киуаска. Вот прям такое хорошее. Где еще в Гаге можно пойти и выпить квас? Я вообще в Голландии такое, возможно. Очень круто. Я хочу отведать пельмени. Я слышал, что у вас, Роман, здесь очень вкусные пельмени. У нас божественные пельмени. И я хочу порцию покушать. Здравствуйте. Потому что предстоит, я еду сегодня на пляж. Я буду там... Я буду там... Проходите, пожалуйста, берите семечки. Я еду сегодня на пляж и буду там ночевать. И, кстати, можно взять семечки. Как ты будешь там ночевать? Ну, в палатке. Один? А как же я? Ну, сори. Я думаю, мы в той палатке не поместимся. Я думаю... Если мы туда вдвоем залезем, это будет какой-то уже обтягивающий этот... Я бочком возле тебя со стопудов не захочу свать. Но... Не, но мы вместе можем поехать. Ты будешь там везти оттуда блок? Ну да, я хочу сделать таймлапс. Там снимай, когда ночь. Когда там выйдут все жуки, там пауки, скорпионы. Да, лисы, кроли. Может, мне повезет сегодня, и я засниму морскую искру. Мы просто в фильм снимали, и поэтому вы попали как раз в гадо. Теперь вы будете... Вкусная я их видеть. Вы теперь звезда будете. Вы. Вы. Да. Вы будете... Я думаю, вы будете мамой Марии. Мама Марии, да. И у вас родилась близняшка. А вот одну вы себе оставили, а вторую не могли позволить, потому что вы из бедной семьи, и она куда-то исчезла. А вот. И вы вот всю жизнь ее ищете, и ищете, и в какой-то момент жизнь вас вводит с ней, но вы не знаете, что она ваша дочь. Как вам сюжет? Интересно. Интересно, да? Я думаю, с темочками пойдет хорошо. Хорошо, спасибо. Вот такие вот мы сочиняем здесь сюжеты. Я думаю, это было бы хорошее, Кейн. Опля. Ничего себе. Бон аппетит. Вау, как вкусно выглядит. Ребят, это всего за 9,90. Вот такая вот порция огромной пельменей. Здесь примерно 20 штук лежит. И я сейчас просто приступлю и буду пишеть. Буду ловить кайф. Спасибо, Рома. Пожалуйста. Я сейчас же попробую пельмешек. Вот здесь. А вот что это вот красное здесь? Это называется соус хреновина. Соус хреновина? Ну. Это томаты, чеснок, перец. И позитивная энергия. Вкусно, да? Обалденно. Окей, да, юмэс. До свидания. Пока, спасибо за пельмени. Вот так вот. Я великолепно провел время в смаке. Покушал, прям наелся. И теперь я думаю, я готов ехать на пляж. Наконец-таки. Уже дело к вечеру, к закату. И я думаю, я поеду сейчас как раз на пляж. И словлю самые полезные лучи солнца. Не те, которые сверху жарят днем. А те, которые мягко обогревают мое красивое тело. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Доброе утро. Я нахожусь где-то в дюнах между Схейфенигом и Кайкдайн. Солнышко встает с этой стороны. Здесь вот якорные точки для кораблей, круизных и для танкеров. Вон там я вижу, пошло судно рыбацкое. А вот и я остановился вот здесь. Ой. Здесь вот моя палатка стоит. Да, мы поспали очень хорошо. Звезды было очень классно видно. Вон луна освещала все здесь. И сейчас я хочу пойти поплавать. Скупнуться. Смыть себе сон. И потом я сюда вернусь и сделаю чаю. В 6.30 утра я иду делать банные процедуры. Северное море. Солнце встает. Луна светит. Вообще. Все очень супер круто. Давайте пойдем попробуем воду. Какая она. Вообще очень круто. Я даже не ожидал. Ребята, за всю свою жизнь в Голландии я не знал, что море северное может быть таким теплым. Я реально чувствую где-то градусов 15 вода. Реально. И вот реально того стоило, чтобы приехать ночью сюда. Ну, вечером. И проснуться утром рано и искупаться в море. Рекомендую. Я проснулся и обнаружил, что чайки утянули. Пакет с едой. Там был хлеб. Хлеба больше, я думаю, не найти. Хлеб не спасти. Было бы хорошо, если бы я мог хотя бы сварить гречки. Потому что я брал с собой гречку. Вот. И сейчас я обнаружил, что гречки нет. Для меня странно, что чайки не съели яблоки. Вообще, для тех, кто не знает, вот так вот поставить палатку в дюнах на пляже в прошлом году было запрещено. Потому что в прошлом году, в 2019, была очень сильная жара. И многие люди вышли на пляж, чтобы переночевать. Вот. И полицейские стали выписывать штрафы всем подряд за это. Ну, потому что это как бы считался как общественный беспорядок. А вот. А в дюнах, видите, в дюнах, там есть колючая проволока. А вот и дюны выполняют задачу фильтрации воды морской. Потому что дюна очищает воду от соли. И получается в Нидерландах пресная хорошая вода. Вот. И поэтому в Голландии заботятся о чистоте дюн. И поэтому туристов не пускают именно в дюны, чтобы они там расставляли палатки или ночевали, чтобы не загрязняли местную среду, не загрязняли среду дюн. И тем самым не загрязняли фильтры естественные, природные для очищения воды. Вот. Ну, здесь я вижу. Гречки не найти. Пакетик, наверное, обнаружили. Вот. Пакетик-то прозрачный. Обнаружили, что там крупа какая-то. Птица, вы знаете, какие падки на крупах. Вот. А тут я-то слышал, когда спал, что где-то что-то... Где-то что-то шуршится. Я думаю, что-то такое, а. Вот, блин, надо же было выйти и пострять. Ну, вот здесь какие-то грибочки растут. Вчера их не видел. Здесь я вчера вообще жабку увидел. Оно здесь какая-то жабка здесь прыгала, прыгала и вот туда аж допрыгала. Очень классно. Вот. Сейчас будем заваривать чай. Вот здесь такое специальное приспособление купил. Теперь я регулятором раскрою газ, зажгу искру. И все, огонь пошел. Его, к сожалению, не видно, но я думаю, что по теплоте кислорода, то есть воздуха, можно заметить, что там есть огонь. А вот, сейчас поставлю вот такую вот кружечку. Вот. Специально называется с умной ручкой. Smart handle. А вот. И налью туда водички. И кружка так сделана, чтобы ручка не нагревалась. Вот. А вообще, ребят, когда вы куда-то идете в поход, то всегда проверяйте, чтобы поблизости был какой-то источник воды. Может, какой-нибудь ручеек, водопад. А вот источник. Чтобы можно было заполнить запас воды. Ой, 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 ой. Не падать. Сейчас добавим сюда немного чая, будет готово. Вот, чай заварился, наконец. Там ромашка и черный чай. А ну, заснимай. Bringing the experience to the people. Да, ребят, я хотел сказать еще пару слов. Вот, если вам понравился контент данной серии, тогда подписывайтесь на канал, и вы можете посмотреть еще интересные рассказы о моей жизни в Нидерландах. Вот. Я пробую не быть поверхностным, а немножко уходить вглубь разных тем. Вот. Если вам понравилось, да, подписывайтесь. Сейчас возьмите колокольчик, и мы увидимся скоро вновь. Спасибо вам большое за просмотр, и я вам желаю хорошего, теплого лета. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok